От вокзала до корабельной набережной. Такой маршрут туристам предлагают разработчики первого аудиогида во Владивостоке. За основу они взяли военно-историческую направленность и 16 главных достопримечательностей. Сюда включили центральную площадь, подводную лодку, главпочтамт, арку цесаревича Николая и другие известные в столице Приморья объекты. Именно отсюда, с железнодорожного вокзала Владивостока, начинается маршрут аудиогида. Запускаем приложение. И с первых секунд она нам сообщает, что Владивостокский вокзал является копией Ярославского вокзала в Москве. И одновременно он же ставит точку в Транссибирской магистрали. Экскурсионный маршрут проходит по центральным улицам Владивостока, а его расстояние 900 метров. Если идти пешком и останавливаться около каждого представленного в аудиогиде объекта, прогулка займет примерно два часа. Кстати, рассказ о каждой достопримечательности не превышает четырех минут. В этот отрезок времени разработчики попытались вместить все самое важное и интересное. За основу мы взяли маршрут, который у нас, собственно, также представлен нашим путеводителем по Владивостоку. То есть у нас есть варианты двух- и трехчасовой экскурсии по историческому центру Владивостока с основными объектами показа. И, собственно, они и были положены за основу. Аудиогид с названием «Владивосток. Город у моря» появился по инициативе Туристко-информационного центра Приморского края. Ориентировались они в первую очередь, конечно, на гостей города. Причем как из России, так и из-за рубежа. Сейчас, правда, аудиогид работает в тестовом режиме, только на русском языке. Но уже в этом году экскурсии планируют перевести на английский. Данное приложение для индивидуальных туристов. То есть раньше они ходили буклетами и смотрели просто о степе. Они могут и послушать, и узнать что-то. К слову, аудиогид по Владивостоку – это не самостоятельное приложение, а так называемый подзаголовок приложений туристического портала. Скачать его можно бесплатно на все операционные системы. А можно и не скачивать, просто прослушивать аудиофайлы на сайте портала. Кстати, появился аудиогид в конце декабря прошлого года и еще не успел обрести популярность. Достопримечательность у Владивостока вообще моя любимая тема. А вы пользовались уже аудиогидом? К сожалению, нет. А будете? Пользоваться аудиогидом? А вы сделали такое приложение? Не мы, есть, уже запустили такое приложение. Значит, однозначно буду пользоваться. На создание аудиогида разработчики потратили почти месяц. За это время собрали информацию краеведов, экскурсоводов и членов географического общества. А также сделали необходимые фотографии каждого представленного объекта. Далее отправили тексты к достопримечательностям на озвучку в Москву, а потом уже загрузили все в интернет. Одним маршрутом разработчики ограничиваться не собираются. В ближайшие полгода планируют запустить еще один, на этот раз культурно-развлекательный. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.